Слушай, Глеб, у меня к тебе предложение. Мы раньше с тобой устраивали челленджи на поедание чего-то гадкого. Может быть, кто-то из подписчиков помнит. Одно время мы соревновались с Глебом. Кто меньше поймает, тот, соответственно, есть какую-нибудь гадость. Там, свиное ухо, ну и так далее. Но мальчик уже вырос, поэтому давай тебе, типа, экзамена устроим. Давай на деньги. Давай. А какие ставки? Ну, на самом деле, Глеб зарабатывает, поэтому он, как бы, может себе позволить. Поэтому можно с меня смнести, все понятно. Давай так, чтобы вот был максимальный интерес. Обловишь батю, с меня полтинник, 50 тысяч. Но тогда, если я тебя облавлю, с тебя пятерка. О, блин. Я думаю, это бы так, как будто бы ты решил заняться благотворительностью. Потому что я-то тебя облавлю, ты можешь заготовить деньги. Ну, как ты мне два раза в жизни все по-настоящему облавливал. Я могу тебе поподдаваться, но тогда стимула у меня поддаваться сейчас не будет. Понимаешь? Мне полтинник жалко. А пятишку мне хочется. Я бы островной виски там себе купил или что. Про два раза было обидно. Мы, вообще-то, с тобой часто на водоеме приезжали. Нет, ну, нет, облавливал. Облавливал честно, ничего не мог сделать. Ну, вот сейчас просто, вот, давай. Ну, все, давай. Согласен? Согласен. Мне пять тысяч не жалко, чтобы батю лишний раз при это. Ладно, попробуем. Все, в общем, всем привет. У нас сегодня челлендж. Ловить мы сегодня будем вот на таком вот маленьком симпатичном водоеме. Я здесь уже был, сразу признаюсь. Окунь есть, ловится, и щучка есть. Но, в общем-то, особо ничего в плане рельефа и так далее выдающегося нет. Потому что он отсюда ловился и оттуда, в общем, просто места выбираешь. И не сказать, что вот какая-то точка, знаешь, как бывает. Это я тебе, чтобы мы уравнять шансы. Хорошо, хорошо. Ловилось что на два с половиной грамма, что на четыре. Просто ты там меняешь, как бы, в зависимости от твоего. И все. Приманки тоже работали. В какой-то момент здесь вот работали поменьше, потом там побольше чуть. Ну, не знаю. Максимально, в общем, для нас условия, скажем так, равные плюс-минус. Ничего такого нет. Поэтому давай, приманки ты выбираешь уже сам. Все, я тебе, естественно, не подсказываю. Я взял сегодня одну сумку. Тут хватит нам на обоих приманок. Единственное, тебе нужно, тебе как вот, что ты хочешь? Ты все уже знаешь, в принципе. Я плюс-минус ориентируюсь. Давай я начну с трех грамм с веса. И поставлю себе классическое виброкопыто, на которое мы обычно ловим. Ну, виброхвост. Виброхвост. Да, Леб еще с детства привык называть виброкопыто. Я так понимаю, что это типа того, да? Да, да, да. Это оно и есть, наверное, да? Вот, по-моему. Не, не это. Сколько здесь грамм? Два с половиной грамма, кстати. По-моему, вот оно одно из... Можешь смело начинать. Да, давай с этого начнем, а потом уже будем разбираться. Ну, я тоже. Подожди, начинаем тогда вместе, да? А я начну ловлю с одной из тех приманок, которые выпускаю сам. Это вот такие приманки. Фраг, 5 сантиметров. Это, скажем так, не то чтобы копия, а развитие идеи свинг-импакта. Это маленький свинг-импакт фэт от Кейтэч. У самого Кейтэч таких приманок нет, а у меня есть. И, соответственно, вот эти одни из самых уловистых за последние полтора года. Ну, я не знаю, просто вот и как разведчики, и по эффективности очень рыба оценила. Собственно говоря, вот тоже рабочая проверенная приманка, на которой я ловлю периодически. Уже даже чуток цвет поменял от воды. Вот на нее и буду ловить. Поставил 3 грамма. Ну что, коллега, предоставляю вам право первого заброса. Прошло. Все. Бой начался. Я, кстати говоря, сегодня ловлю на свое новое удилище. Ну, это не мое удилище, я взял товарищей его потестировать. Это, в общем-то, ну, должна быть пушка-гонка. Как принято выражаться про машины. Но, думаю, в спиннинге тоже применимо. Это Grafit Leader Fineza Prototype. Точная модель. Хотя, ладно, укажу ее в описании, кому интересно. От 1 до 10 грамма. 78 длина. Ну, почти восьмерка. 2,3, даже больше. Решил попробовать, скажем так, сравнить со своим тиктом. Чтобы уже выбрать какой-то, может быть, на будущее себе спиннинг микроджиги. Потому что на тикт ловлю уже почти 3 года, даже больше. И можно, в общем-то, его сменить. Вот теперь думаю на что. А может быть и не менять, наоборот. Собственно говоря, потом обзор вот этой палочки, полный, да, подробный, будет у меня на техноканале. Если кто не знает, у меня есть техноканал, и ссылку на него я оставлю в описании. Там я делаю обзоры спиннингов, катушек и так далее. Кстати говоря, вы спрашивали насчет того, что будут ли мои видео на других площадках. ВК, Рутуб и так далее. Одноклассники, что там еще, Дзен. Да, я на них сейчас начал выходить, начал видео размещать. Я тоже ссылки на все мои каналы, альтернативные, так сказать. Ух ты, етить. Оставлю, ничего себе, а шо это? Это за цепь. Да это поклевка была. А я вижу зацеп. Офигеть, ну это была поклевка, и это что, щука что ли, я не знаю. Короче, в описании все будет. Я даже не знаю, это ни хрена себе была поклевочка. Но я правда забыл затянуть. Да, палки они такие, мощно клеить. Я забыл просто фрикцион затянуть. Стандартная, в общем-то, ситуация. Но, по-моему, там кто-то ушел. У меня поклевка тоже была, только поклевка нормального человека. По-моему, кто-то там ушел в этот. Да? Ну, мне кажется, да. Щуку считаем как окунешь, да? Не будем привилегий никаких давать. Так, у нас как челлендж вообще по времени ограничен? До скольки мы играем? Челлендж, ну давай два часа условно, да. Я думаю, для такого водоема за два часа уже можно будет понять вообще, что тут с клевом. Слушай, ну ты видел поклевку? Оп! Нихрена себе. А, это еще просто новая удочка. Оно как-то, блин, палка-то чувствительная. Не, это хороший, хороший окунь, не мелкий однозначно. О, блин, какой красавец. Да красавец, ну. 1-0. Опа, блин, такая поклевка была. Не зевай. Ну видишь, водоросли у него. Да, и у меня тогда он, видимо, сразу зашел в водоросли. Оп! Глянь, на самом дальнем выбросе, нифига себе. Слушай, максимально вообще выбросил далеко, и сразу поклевка. Угу. Блин, ты глянь, какой упитанный, вообще хороший. Да, хороший окунь. Ну, для наших мест хороший. Некоторые, наверное, посмеются хорошести, но... Мы живем в малорыбном, маловодном регионе. У нас вон прудики такие, болотца, этот. Вот, поэтому для нас нормальный размер. Чуть больше стандартного. Глеб опять. Ты меня, по-моему, сюда вывез, чтобы публично унизить. Я понял твой план. Это значит... Ха-ха-ха. Придумал приз вот этот вот, конфетку в виде полсотни тысяч. И сейчас сыну в жопу надерешь, блин. 3-0. Зря согласился, да? Ничего, еще не все потеряно. Слушай, ну, давай, ладно, так подскажу. Ты... У тебя просто немножко другой спиннинг. Он у тебя, во-первых, короче, во-вторых, чуть шнур потолще. Можно вес побольше поставить. Поставил себе 4 грамма. Теперь мы в равных условиях. Продолжим? Давай. Блин. Все нормально. Все под контролем. Разучился, сын, кидать. За нехваткой опыта. Мне кажется, вот здесь надо попробовать. Мы с Левом решили перейти, потому что получается, что похлевки все, грубо говоря, с середины. А там дует встречный ветер туда. В общем, и у меня даже перестало получаться закидывать. Глянь, как сопротивляется. Нифига себе. Вот это окунь. И мелкий, зараза. Отлично. Не, ну стандартный. До этого, да. Подаем, получается. Один, три. Уже хотя бы не в сухую ведешь. По проводке мы пока делаем стандартный. Вот оно получается, ты кинул где окунь, оно либо клюнуло, либо нет. Пока что-то я паузы пробовал, это ничего такого. Два оборота паузы пока работает. Хотя, может быть, наверное, надо опять экспериментировать. Может быть, сейчас вот на дне полежать дать. Многие, кстати, этим пренебрегают. Паузы. То есть, когда приманка упала, лежит на дне, там, секунду-две, и проводка продолжается. Потому что окунь любит вот это вот подойти вниз, воткнуться, посмотреть. Иногда это прям вот эффективно, очень эффективно работает. А я даже так скажу, когда окунь пассивен, и ты точно знаешь, что он, грубо говоря, здесь присутствует. Паузы можно и по пять секунд делать. И вообще там еле-еле шевелить на одном месте вот так вот. Чтобы его только соблазнить. Я кинул туда глубоко правее, скажем так, и, в общем, вот поклевка. Опять же, на классическую, на стандартную проводку, без всяких этих. И мне вот почему-то уже начинает казаться, что мы такое ощущение, что снимаем каких-то дежурных окуней, которые стоят. Потому что если вот кинешь и не будет его там, то он либо прям забрасываешь и сразу... Сразу, сразу, и вот сейчас здесь тоже он сразу прям клюнул. Эх, пять один, пять один. Тара-та-та-та-та. Глеб сразу меня подсидел, так сказать. Просверлил в моей лунке рядом. Сам окуня не поймаешь, никто не поймает. Это правильно, да. В спорте так. Либо сам, ну, нужно еще не дать другому поймать, помимо того, что сам ловишь. Это меня карпятники научили. которые там подкармливают другие там все по-хитрому там да там очень такая система сошел приманку мою полностью раздербанил этот единственный окунь стала она сползать с крючка поэтому наверное сейчас поставлю себе чего-нибудь другое вес оставлю тот же вот приманку замею думаю что вполне правильным решением будет поставить фрага вот такой конечно как у бати а мы неизведанными путями не ходим зачем менять то что уже работает я в свою очередь тоже решил поставить другую приманку просто ради эксперимента сменил на слаг это американская приманка и честно не забыл как она называется но одна из моих любимых если что опять же в описании ссылка будет на нее хотя она наверно в россии уже не продается 3 грамма вот единственное не заленился менять вес который стоял но возможно и нужно 4 грамма почему потому что ее положить на дно и на дне именно подрыкать попытаться попривлекать окуня хотя может быть сегодня ему вот надо она перед носом проплыла и он начал еще один слушай из с этого направления вот это вот сейчас я чуть-чуть подрыкал чуть этот проводку же другая была конечно 61 до у нас получился если я выиграю где будет ариша специально привез у меня был коварный план ну скажи все как поменялось там прям холодно здесь блин какой барбос да не ну в целом того размера которого мы ловишь это очень отлично вообще таких бы на тарань туда ну ладно сегодня мы 6 2 знаешь есть ощущение что ему в целом сегодня проводку пофиг главное попасть вот прям в рожу потому что там как не видим все равно клюет хоть на паузе хоть на на этом да здесь получается травы нет но не могу сказать что твердая но травы здесь нет и поэтому здесь хоть можно делать вот такие ловить с лагом грубо говоря нифига себе прям под берегом это щука щука 82 оп оп блин сорвался год я уже устал считать твоих рыб честно ты меня вот просто даже давно так не облавливал в принципе потому что на поплавок мы с тобой были в ровень по спиннингу последний раз и тоже ну вот когда окуня ловим мы обычно плюс-минус идем взять я вот сейчас посоветую ты поставь там рачки у меня есть с двумя лопастями и поставить 4 грамма и попробую может быть папа ты когда потому что приманка это объемная у тебя она просто невестка получается ладно видишь резкий элемент в проводке он может вот такое бывает то что когда есть какой-то именно подрыв и рыбам сдергивает с места даже если пассивная но это так работает даже вот когда-то на манду ловишь на поролом то есть ты меняешь там стандартную проводку начинаешь со всей силы дергать и рыба начинает реагировать так давайте немножко подскажу отчет сурака взял без клешни там целом это был разве были я просто увидел ща погоди вот он один из последних магикан брак стандарт самый маленький да лишь бы уколоть вот там размер не важен конечно в итоге я собрал такую конструкцию называется на джиг рик то есть вместо классической чебурашки груз палочка стоит и собственно говоря он будет позволять этой приманки больше степеней свободы она будет лучше играть от приманка соответственно это с одной стороны слаг червь с другой стороны у него добавлен не добавлен маленький активный элемент вроде как сегодня вот может сработать причем эффективнее чем то что мы до этого пробовали по крайней мере в теории чем мы попробуем проверить на практике 10 чем вроде такой прям может быть чуть поболее даже чем остальные слушай какой-то закон подлости я только отсюда ушел и сразу а по еще один для не все с одного места слушай ты точно сюда кидал а сошел на приманку сожрал это не сильно подбрасывает ну я так вроде стараюсь как бы то потихоньку то посильнее вроде блин не могу понять на что он реагирует ты прям посильнее его дергаешь до собрать и внимание на мою удочку прям вот вот такие вот да да я наоборот пытался у как бы по его блин только ты вот как будто подергал хоп он упал и сразу где-то вот следует атак я наоборот пытался у потихоньку кто не я тоже ну сначала вроде было потихоньку а сейчас вот видишь о 10 4 если дать они хорошие что они все здесь хорошие не размеры тут это даже я думаю вся средняя полоса россии нам час немножко завидует он какой-то темноватый за это из-за этого из но он же мимикрирует из-за дна из-за рельефа или дождь начался водила который в машине елки план на паузе да так короче надо уже уже надо у нас еще час соревнования уже надо в общем не заниматься ерундой надо ставить приманку нормально поставил это же снова американскую приманку из активной игры мне кажется сегодня это в приоритете оу о так это щука на глиссер и и вот бы ты сама соскочила да вот прям следующий заброс что ж такое-то и она прям вот только приманка приводнилась и сразу она атаковала кстати если таких приманок продажи уже не сыскать возможно стоит сделать их копии да это неплохая идея наши они-то рабочие я думаю что популярность эффективность вы их видите должны стать популярны так что если может быть и добавлю будущем себе в магазин 12-5 на рачка как так активность затихла пока папа ловит блин две щуки подряд что если честно максимально обидно смотрится со стороны когда я окунь это не могу поймать он тут раз щуку два щуку в общем и принял я решение что с рачка тоже нужно переходить раз на него затихло стоило бы попробовать что-то типа того вот это слаг вот такой вот так что наверное его поставлю вес оставлю тот же сейчас делаю проводку такие три ручка подряд жили бывает нравится еще такая закономерность углублением осени окунь предпочитает большие приманки заметил то что об фото начинаешь ловить на микроджик осенью а он уже не хочет брать какую-то не мелкую ставишь побольше начинается клёв то есть активность 13 5 но ты все равно хорошо отыграл ты про себя хорошо переиграл нет ты хорошо отыграл 13 5 же но еще у тебя есть время стандартный да это конус 36 вполне полный либо последний гроши но украл честно украл на на самом деле это были легкие деньги спасибо сын я надеюсь что мы с тобой на этом не остановимся и продолжим так сказать наши соревнования ну да теперь надо повысить ажиатырь как у тебя азарт вообще хочешь отыграться хочу про это забыть спасибо пойду куплю себе сапоги